Спекуляции о том, что ФРС снизит ставки, сделали доллар уязвимым. Сегодня его курс немного восстановился, но покупатели находятся в состоянии обороны. В любой момент может появиться информация, способная пошатнуть неуверенный рост американской валюты. Праздник у покупателей американской валюты, похоже, закончился. Индекс доллара снижался три сессии подряд. Последние потери были наиболее существенными. В моменте индикатор уходил ниже отметки 99 пунктов. Вечернюю сессию доллар начал в небольшом плюсе в районе отметки 99.04, но, судя по всему, это ненадолго. На рынках доминирует беспокойство в связи с тем, что коронавирус может добраться и до американской экономики. Участники торгов активно обсуждают возможность смягчения монетарной политики ФРС в этом году. Сейчас наблюдается спрос на активы с наиболее выраженными защитными свойствами, что оказывает дополнительное давление на доллар США. Доходность десятилетних трежерис упала до рекордно низкого уровня 1,3%. Интерес на данный момент представляет динамика пары доллар против иены, которая может усилить нисходящий тренд. Курс японской валюты накануне обвалился, так как трейдеры начали рассматривать идею увеличения объемов действующей программы количественного смягчения из-за рисков рецессии в стране. Однако банк Японии опроверг эту информацию. Может так случиться, что ближайшим уровнем поддержки окажется отметка 108 пунктов. Одна из причин пессимизма доллара – это тенденция к ухудшению макростатистики. Пока на рынке не проявят себя внешние силы или не появятся сильные отчеты, распродажи будут сохраняться. Сегодня трейдеры оценивают данные о продажах новых домов в США. Тем временем пара американский доллар против канадского подбирается к отметке 1,33. Канадец, как и многие сырьевые валюты, под давлением, так как цены на нефть идут к новым минимумам. Из-за вспышки коронавируса МЭА снизила прогноз по росту спроса на энергоносители до минимума за последние десятилетия. Если ситуация не улучшится, оценка вновь будет скорректирована в сторону снижения. Сегодня ожидаются выступления ряда представителей ФРС. Если допускаемый рынком голубинный уклон американского центробанка не оправдает себя, ралли доллара может возобновиться.